Думаю, что я стал просто разочарованием семьи. Тебе нужно всё-таки иметь профессию. Они меня поливали грязью, они меня обсуждали, усмеивали. При этом она мне однажды зубы выбила. Иногда мне было нечего есть, иногда мне было негде жить. Я не хочу учиться на эту профессию. Всем привет, меня зовут Даня. Вы на моём канале, я наконец-то решил заснять видео «Вопрос-ответ», на котором я отвечу на интересующие вас вопросы. Господи, что ещё сказать? Окей, можем начинать. Сколько тебе лет и когда ты родился? Почему так сложно разговаривать? Я родился в 2003 году, 31 августа, то есть это последний день лета. Я всегда ненавидел свой день рождения, потому что, ну, мне на следующий день нужно идти в школу, в универ. Сейчас мне не туда, не туда не нужно идти. Ну, в общем, вы поняли. Какой твой родной город или ты родился в Москве? Ребят, я родился далеко не в Москве, я родился в очень маленьком-маленьком городе. Где-то 40 тысяч населения, но на самом деле меньше. Это маленький город под Екатеринбургом. Я родился там, прожил до 18 лет, и в 2021 году, там, 20 какого-то июля, я переехал в Москву. Если у тебя братья и сёстры, какие отношения с ними? Я саму младшую в семье. Чего я несу? У меня есть только одна старшая сестра. У нас не разница, три с половиной года. Скажу по секрету, она мне однажды зуб выбила. Мы сейчас с ней в хороших отношениях, но живём в разных городах. Я сейчас в Москве, а она живёт в моём родном городе. Как сдавал экзамен, на кого бы ты хотел поступить или поступил, и учишься ли ты сейчас? Я считаю, что жизнь каждого школьника состоит из депрессии, экзаменов и акне. Возможно, слишком грубо звучит. Начнём с того, что я закончил 11 классов, на красной часа золотую медаль. УГЭ, это после девятого класса, я сдал все на пятёрки. И ЕГЭ я сдавал только всего лишь три предмета. У меня бы моя менталка не вывезла. Я могу рассказать в комнате из видосов, как я вообще готовлюсь к экзаменам. Я сдал всего лишь три экзамена, это был русский язык, естественно. Математика, профиль и химия. Я ищу хоть в биологию и пойти в мед, но я бы ищу кровью. В итоге я сдал на хорошие баллы русский химия на 84, мальчику на 74. По поводу поступления. Я сейчас нигде не учусь, лишь по той причине, что я поступил. Всё отлично, всё классно. Я поступил в город своей мечты, поступил в достаточно хороший вуз. Но такое бывает. Я понял, что это мне нахрен не нужно. Я не хочу учиться на эту профессию. Просто ушёл оттуда. Я взял академический отпуск и пытаюсь понять для себя, чего я хочу. Такое бывает, ребят, это нормально, потому что у нас интересы меняются. Иногда, когда мы только добиваемся цели, мы понимаем, что на самом деле это не то, чего мы хотим. Но самое интересное, как родители вообще узнали о моём академии. Это был достаточно сложный для меня период. Я думал, что я стал просто разочарованием семьи. Что меня больше никогда не пустят домой. Я, в принципе, больше никому не нужен. Меня чуть немножко накрыло. В тот момент, когда я сообщил родителям по поводу того, что я не буду учиться, я думал, что я стал разочарованием семьи. Потому что они очень надеялись на меня, что я буду учиться. Что у меня будет образование высшее. Ну, благо, сейчас всё хорошо. Они приняли мою позицию. Да, конечно, я всё очень спрашиваю по поводу учёбы. Но в целом, типа, всё нормально. Я не поменяю своего решения. И делайте так же. Просто идите вперёд. В твоей цели ищите себя где угодно, когда угодно. И просто задавайте себя. Следующий вопрос. У тебя есть какие-то проблемы с речью? Были или есть? Просто что-то слышно, но непонятно. Вообще, да. У меня есть небольшие проблемы с речью. Думаю, это слышно. Я картавый. Я не могу выговаривать две буквы. Это буква R. Думаю, её слышно. Буква L. 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 Мне в целом не мешает никак по жизни. Но когда ты хочешь с кем-то поговорить. Или тебе нужно где-то выступить. То это очень сильно мешает. Потому что люди тебя могут иногда не понять. Возможно, я в будущем это буду подправлять. Но в какой-то степени я считаю, что это моя зиминка. Как считай? Какие у тебя сейчас отношения с родителями? Они знают, что ты блогер. Во-первых, да. Они знают, что я блогер. Они, в принципе, с сайтом меня и отпустили в Москву, когда я переезжал. Я ещё на тот момент не поступил в универ. Но они меня отпустили работать в Москву, развиваться. Но с другой стороны, они немножко скептически к этому относятся. Типа, тебе нужно всё-таки иметь профессию. Сейчас у нас хорошие отношения. У меня даже мама прилетала в Москву. На мой день рождения это было очень мило. Спрашиваю по поводу учёбы, но хорошие отношения. Живёшь за свой счёт или родители помогают? На данный момент я обеспечиваю полностью сам себя аренду квартиры, хотелки, продукты и тому подобное. Но, тем не менее, год назад, когда я только переехал в Москву, они мне старались помогать, потому что иногда мне было нечего есть, иногда мне было негде жить. Они не знали об этом, но они мне помогали финансово. Они чуяли это. Я им очень за это благодарен. Сейчас я финансово полностью себя обеспечиваю. А есть ли у тебя вредные привычки? Курение, алкоголь и так далее. А вообще у меня нет вредных привычек. Я не курю, не пью, потому что мне, в принципе, от этого физически плохо становится. И к этому нейтрально отношусь, никого не осуждаю в этом плане. Можно насчитать вредной привычкой, что я сливаю деньги в китайскую гачу. Пропустим. Сколько ты в TikTok думал ли ты когда-нибудь бросить? Как первое время твои друзья реагировали? В TikTok я зарегистрировался где-то в феврале 2022 года, когда начинался ковид. Изначально никто не знал, что это я снимаю, кроме моего друга из-за школы. Но он, в принципе, меня не надоумил на это. И как-то у меня один ролик выстрелил. Как реагировали мои друзья, их особо не было. Мой единственный друг, который на тот момент был, он нормально к этому относился, потому что он считал, что у меня что-то в этом получится. Спасибо ему за это. А мои одноклассники, благо мы сидели на дистанционном обучении, они меня поливали грязью, они меня обсуждали, усмеивали. Когда я начал набирать подписчиков, они начали спрашивать, сколько я с этого зарабатываю. Буду ли я им что-то посоветовать в этом плане? Дети очень злые и жестокие. Как справляешься с критикой и хейтом в свою сторону? К сожалению, я отчасти зависим от чужого мнения, поэтому если на меня очень бурным потоком обрушается хейт, на меня это очень элементально влияет. Даня, ты забыл русский язык. Ощущения складываются, как будто я чем-то занимаюсь, не тем. Но запомните, никому никогда не угодишь, нужно делать только то, что тебе нравится, и продолжать это делать. Советы от Даня Коу. Где ты берешь вдохновение, когда тебе уныло и нет сил? У меня были периоды выгорания, когда у меня не было сил, мне было очень уныло, я думаю, типа, вот в жопу это все. Но нет. Обычно вдохновляешься людьми, фильмами, пневмами и играми. В последнее время я очень сильно вдохновляюсь зарубежными блогерами, я на них подписан, я их смотрю, я слежу, чем они занимаются, тем самым я понимаю, что мне есть к чему стремиться, и что это все не зря. Такая мотивация о Дании. Хотел бы посетить другие страны, в каких странах уже был. Ребят, я вообще нигде не был. Даня, что ты несешь? Если честно, я еще ни разу не был за границей. Я думаю, что я в этом году куда-нибудь езжу, потому что я оформил весной с Гран-паспортом. К сожалению, планы поменялись, и я сейчас не планирую куда-то выезжать. Но я бы хотел посетить Казахстан, страны СНГ, Европу и, возможно, Америку. Этим вопросы закончились. Я надеюсь, вам очень понравилось это видео, и что вы, в принципе, досмотрели до этого момента. Подписывайтесь на мои другие соцсети. Всех большое за просмотр и всем пока. Снимайте. Продолжение следует...